Привет-привет! С вами Астрома, вы на канале Анисанрайз, и мы продолжаем играть в легенды о героях, следы в небесах. И мы выполнили первое задание из трех, которое нам оставил отец перед отъездом, и теперь нам предстоит взяться за выполнение второго задания. Для этого нужно поговорить с мэром, но сначала мы посмотрим, какие задания у нас есть на доске. Здесь четыре новых задания, поиск гриба, замена арбмента, лечебные ингредиенты и тренировка солдат. В общем, мы сейчас все возьмем, сбегаем к мэру, а потом уже посмотрим по пути, будем стараться что-нибудь выполнять из дополнительных заданий. Как думаешь, мэр сейчас дома? Учитывая то, сколько у него дел, шансы невелики. О, богиня, это же Эстели Джошуа. Здравствуйте, мэр Клаус. Надеюсь, мы вас не побеспокоили, сэр. Мы пришли от имени гильдии брасеров по поводу вашего запроса. Да, гильдия сообщила мне, что вы придете. Вы взялись за работу вашего отца, так как ему пришлось уехать, да? Ну, мы, по крайней мере, пытаемся ее выполнить. Мне очень жаль, что папе пришлось отказаться от своего обещания. Не нужно извиняться. Зная вашего отца, неудивительно, что у него полным-полно работы. Во всяком случае, давайте поговорим обо всем где-нибудь в другом месте. Почему бы нам не пройти в мой кабинет? По правде говоря, не думаю, что это поручение кажется для вас таким уж сложным. Сначала я вообще не хотел привлекать гильдию. Но, к сожалению, я не могу оставить свою работу, и поэтому отправил запрос в гильдию. Нам сообщили только то, что это будет посылка, но что именно вы хотите отправить куда? Я хочу, чтобы вы забрали кристалл Септи из шахты Малга и принесли его сюда. Септи? Это что-то вроде Сепита, с которым мы часто сталкиваемся? Если быть точнее, то Септи это фрагмент... То Сепит это фрагмент Септия, который слишком мало, чтобы использовать его в качестве украшения. Поэтому Сепит обрабатывают и создают из него кварц, который устанавливается в аргменты. Так вот в чем разница. Кажется, теперь я немного лучше все понимаю. На шахте Малга мы с давних пор добываем определенный вид Септи, так называемые изумруды. Но недавно нашли большой кристалл, и я попросил начальника шахты придержать его у себя, пока кто-нибудь за ним не придет. Значит, вы хотите, чтобы мы забрали его у начальника шахты и принесли вам, так? Именно. Но что скажете? Справитесь с этой задачей? Доставка драгоценного камня, да? Хоть немного отдохнем от сражений с монстрами. Хорошо, мы согласны. Рад, что вы согласились помочь. Возьмите вот это. Получено направление от мэра. Если вы покажете это рабочим, то они пропустят вас в шахту. Удачи! Ну что ж, такое вот у нас второе задание. Ничего сложного, просто забрать кристалл и притащить его обратно мэру. И пришло время посмотреть дополнительное задание, которое мы взяли в гильдии брайсеров. Так, запрос мэра, это у нас основное. Поиски гриба. Я ищу один редкий гриб, который растет только в земле богатой септием. Очень простая работа. Детали я сообщу при встрече. Меня зовут Орвит, и вы сможете найти меня в аэропорту. Пожалуйста, поспешите. Ну хорошо, в таком случае мы отправляемся в аэропорт. Узнаем все детали этого заказа. Проклятые брайсеры. И сколько мне их тут еще ждать? Если они не поспешат, то я пропущу свой рейс. То что еще можно ожидать от такого болота, как этот городишко? Так, так, если я не ошибаюсь, то это эмблема брайсера. И где вас черти носят? У меня для вас срочное поручение, так что слушайте. Вообще-то желание вот... Блин, у меня вообще нет желания разговаривать с такими вот людьми. Просто хочется вмазать. Ну, никак не выслушивать. Но так как мы дети знаменитого брайсера, придется выслушать. Мы вас слушаем. Благодарю. Это очень важно для меня. Итак, позвольте вкратце рассказать, что от вас требуется. Позвольте мне сначала представиться. Я Орвит, представитель корпорации Орвида. Я Эстель, а это... Джошуа, рад познакомиться. Эстель и Джошуа, а вы довольно молоды для брайсеров. Мы совсем недавно стали брайсерами. Новички? Оф, ну я думаю, вы справитесь. А вы что-то сказали? Ничего, просто мысли вслух. Итак, перейдем к делу. Простите мои манеры, просто я очень спешу. Ничего страшного. На данный момент я ищу очень редкий гриб под названием Гриб Светляк. Говорят, что они растут только на почве, богатой Септием. Я слышал, что его можно найти здесь, в Ролланде, но я не нашел его в магазинах. Но мне он непременно нужен, поэтому я отправил запрос в гильдию. Почва богатая Септием. А в голову приходит только тропа Малга. Можете рассказать еще что-нибудь об этих грибах? Кажется, обычно он растет рядом с высокой травой. Но он растет в земле, поэтому если не присматриваться, то вы его не найдете. Здорово, еще и в грязи копаться. Как только вы его откопаете, то сразу поймете, что это он. Он светится салатовым цветом. Поэтому его называют Гриб Светляк? Тогда все понятно. Итак, я доходчиво вам объяснил. Значит нам просто надо найти светящийся гриб рядом с высокой травой на тропе Малга, да? Похоже на то. Ну, если он действительно растет в земле, то найти его будет не так просто. Если возникнут вопросы, то возвращайтесь. Надеюсь, вы быстро его найдете. Ну, по сути, тропа Малга это то место, через которое мы будем идти к шахте. Поэтому, как бы по пути и попробуем заодно выполнить это задание. Так, хорошо. С грибом разобрались. И теперь пойдем посмотрим. Так, задание. Замена арбмента. Я ищу кого-нибудь, кто заменит перегоревшую арбмен лампу в придорожном фонаре на главной дороге Мильх. Чтобы узнать подробности, подойдите ко мне на арбал фабрике. Так, хорошо. Отправляемся в арбал фабрику. Ну, привет. Кажется, у двух новых брасеров все идет хорошо. Я слышал, вы усердно работаете. Да, так как мы еще стажеры, нам нужно очень усердно работать. Рад это слышать. Вы пришли в самый подходящий момент. У меня есть для вас срочная работа. Как думаете, справитесь с заменой арбмент лампы на главной дороге Мильх? Ну, почему бы и нет, почему мы не справимся? Конечно, справимся. Положись на нас. Если ты считаешь, что мы подходим для этой работы, то мы будем рады помочь. Спасибо, я очень признателен вам. Я совсем забыл, что ее пора менять. Сначала нужно дать вам запасную деталь. Получена арбмент лампа. Это и есть замена? Ага. Замените арбмент лампу в дорожном фонаре номер 6 на главной дороге Мильх, что на западе. Отсчитайте 6 фонарей от входа в город и произведите замену. Только не перепутайте. Думаю, мы справимся. Шестой дорожный фонарь от западного входа в Роланд. Когда найдете нужный фонарь, вам нужно будет открыть служебную панель. Но чтобы ее открыть, вам понадобится шестизначный код. О, господи, все оказывается совсем не так просто, как хотелось бы. Ты серьезно? Да, комбинация для шестого фонаря 544-818. Извини, но не мог бы ты повторить? 544-818. А у тебя хорошая память, Джошуа? Выпендрежник. Если введете правильно, панель откроется, и вам останется только заменить арбмент. Это может казаться легко, но будьте внимательны. Возможно, фонарь уже не работает. Понятно. Свет арбментов отпугивает больших монстров, да? Да, монстры на подсознательном уровне не любят его. Поэтому, когда лампа выходит из строя, начинаются проблемы. И поэтому я поручаю эту работу вам. На всякий. Дорожные фонари расположены на дорогах, где монстры наиболее активны. Ну, монстров можете оставить на меня, уж я о них позабочусь. Но лучше записать комбинацию, пока не забыла. Давай лучше я займусь комбинацией. Разделение обязанностей оставляю на вас. Вроде все рассказал, так что удачи. Если захотите обсудить или отказаться от работы, то поговорите со мной. Так, ну что ж, с этим заданием вроде как тоже все понятно. Нам нужно будет отправиться на главную дорогу Мильх. Это задание вроде бы как несложное. Вроде как несложное, и поэтому мы сразу, наверное, сбегаем. Заменим эту лампу. Чтобы не терять много времени, осталось найти фонари. Я так думаю, это вот это они? Тогда будем считать. Раз. Два. Три. По идее, это фонари, потому что больше ничто фонарями как бы быть не может. Четыре. Пять. И следующий у нас будет шестым. Где он? А, вот он. Под словами Фредди, это, по словам Фредди, это тот самый фонарь. Похоже на то. Тут написано, дорожный фонарь 6. Значит, это точно она. Ладненько, давай побыстрее закончим это дело. Не все так просто. Да о чем ты? Откуда все эти монстры? Похоже, армент действительно сгорел. Значит, одному из нас придется отбиваться от монстров, а другому произвести замену. Да, ты прав. Тогда. Тогда, 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 тогда. А что тогда? У нас же Джошуа записывал. Эту комбинацию запоминал. И к тому же, у Эстель есть хилл, поэтому я займусь монстрами, а Джошуа пускай занимается фонарем. Оставь этих монстров мне. Хорошо. Я открою панель, так что задержи их, Эстель. Поняла. И, кстати, 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 очень интересные новости, прям вот из разряда, да ну нафиг, как так вышло. Атака Титана выйдет на ПК в последних числах августа. Там, наверное, 28 августа, что ли, выходит. То есть, буквально за пару дней до выхода Пожирателя Богов. Но, блин, я, конечно, хотел выхода атаки Титанов на ПК, но я и подумать не мог, что выйдет он, выйдет. Атака Титанов на ПК настолько быстро. Там, скорее всего, русского, естественно, не будет. Это у нас Банда и Намка в последнее время. Постоянно во всех своих играх. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чего-то я провтыкал этот момент и получил по лицу. А, в общем, у нас Банда и Намка. Последние свои игры выпускают с русским языком. А другие издатели, разработчики на это дело подзабивают, к сожалению. Но мне почему-то кажется, что вот в такой игре, как Атака Титанов, в русский язык, совершенно бы не помешал, потому что фан-база у игры просто огромная. Я не знаю, ну, назовите мне, покажите мне этого анимешника, который не смотрел бы Атаку Титанов. Там понравилось, не понравилось, это уже другой вопрос, но вот... Мне кажется, что смотрели практически все. Так что в любом случае, в конце месяца... В конце августа мне придется брать отпуск, я уже никак не отверчусь. Этот год прям какой-то вообще-вообще насыщенный хорошими играми. Ну, что-то их многовато, если честно. Я думаю, уже как бы мы... Да ладно! Вы серьезно? Блин. Заговорился. В общем, я начинаю подумывать о том, не опустеет ли в край мой кошелек. Потому что действительно игр, ну, очень много. Это нужно оформить предзаказ на Берсерию, предзаказ на... На пожирателя богов, и вот еще Атака Титанов выходит. В общем, очень-очень-очень много годных игр. И все это, естественно, будет на канале, естественно, пропустить это не смогу. Ну, как-то что-то я вообще грустно отвалился, я даже не понял толком, что произошло. Вот-вот-вот-вот, сейчас мы этого не допустим. Наверное, сейчас мы кленовый пирог один с хомячим. А бьют они не особо больно, но их как бы много, поэтому... Ну его нафиг. И вот по Атаке Титанов еще посмотрел я геймплей четвертой плойки. Ну, блин, просто геймплей просто шикарный, столько экшена. Однозначно, мне эта игра понравится. И что-то мне подсказывает, что если не будет даже официальной русской версии, такая игра все равно долго без русского языка не протянет, потому что, опять же, фан-база у игры просто огромная, и найдутся люди, которые захотят ее перевести. Вот так вот. Ну что, с вас уже хватит? Ну вот, опять она за свое. Как там у тебя дела, Джошуа? Ввожу комбинацию. Итак, 544-818 вроде. У меня все в порядке. Сосредоточься на своей работе. Хорошо, открылась. А теперь заменим арбмент. Вот да, детка, я в ударе. Ну же, подходите сюда, монстры. Извини, что заставил тебя ждать, Состель. Работа сделана. А? Все? Подожди, ты уже заменил арбмент? Да, и о монстрах уже можно не беспокоиться. Черт, и это все? Ты-то говоришь, как будто это плохо. Тебе просто кажется, ты действительно что-то с чем-то. Так, ну что ж, с лампой мы справились. Пора бежать. Сдавать это задание. Сдавать отчет. И отправимся на тропу Мангла. Или как она там, Мангл. В общем, будем искать грибы и попутно продвигаться к шахте за кристаллом. Так, где, где, где? Фредди, мы вернулись. О, Состель. По твоему лицу можно понять, что работа сделана. Ага, причем сделана идеально. Хоть и возникли небольшие проблемы. Думаю, тебе стоит знать, что там произошло. Джошуа рассказал, что с ним произошло на... А что с ними произошло на главной дороге Миль. Значит, лампа все-таки сгорела. Наверное, это из-за того, что мы не заметили... Не заменили ее вовремя. Извините, ребята. Из-за меня вы оказались в опасности. Не нужно извиняться. Обычное дело. Сталкиваться с опасностями. Это часть работы Брасера. А спасибо за ваши слова. О, я знаю. Примите это в качестве компенсации. Получен кварц-блокировка. Ну вот, хоть какая-то полезная плюшка. Это кварц? Да, блокирующий кварц второго уровня. Он блокирует магию врага. Он очень полезен, если умеет им пользоваться. Спасибо. Спасибо за подарок. Нет, это я должен вас благодарить. Если будут вопросы по аргментам, обращайтесь. Или, если захотите, что-нибудь прикупить. Задание замена аргмента выполнено. Отправляемся в гильдию. Нужно же выслушать слова благодарности. Не повысили мы уровень. В общем, Брасеров нифига. Отличная работа. Похоже, у вас не возникло особых проблем. Но с чего бы им возникнуть? Задание было действительно простое. Новых заданий нету. Ну, тогда мы отправляемся к шахтам. Там где-то у нас должны быть грибы. Так, аэропорт. Нам не сюда. Там. 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 Продолжение следует...